Сегодня мы в гостях у самого высоконагруженного сервиса, написанного на Java в России и странах СНГ. Ежемесячная аудитория этой соцсети — 71 миллион уникальных пользователей. Сегодня лобло в гостях у одноклассников. Погнали! Ну что, погнали! Привет! Привет! Это, похоже, офис одноклассников. Это ребята из лоблога. Ну что? Да, ребят, вы оказались в офисе одноклассники. Собственно говоря, с этого все начинается. Здесь находится ресепшн. Он справа от вас. Пойдемте покажу. Начнем с самого главного сотрудника. Как его зовут? Это наша игуана. Это девочка, ее зовут Чекуня. У нее есть вообще свой профиль, весьма уже раскрученный в одноклассниках. Очень много фанатов. В инстаграме есть. А в инстаграме, кстати, тоже есть. Сидит, выкладывает. То есть, есть человек, кто ответственный специально. Конечно, конечно. За фото-контент, видеоконтент, тексты пишем. Она нет. Она очень добрая, мы потом в конце погладим. Да, здесь есть информация про нее. Круто. Она у нас с 2013 года. В общем, она очень красивая. Она меньше была, да? Она была маленькая, она была с ладошкой, вот такой, как червячок маленький, зелененький. Вот выросла важная. Короче, это символ одноклассников. Это да, это просто наш тресман. Растет вместе с проектом. Ну, кстати, да. Да? Да, разрастается. Со мной Дмитрий Мельников, программист карманных ЭВМ, они же Android-смартфоны. Да, я привет, я программирую программы. Дим, расскажи, пожалуйста, как ты докатился до Android-разработки? А желательно с самого начала, не очень детально, но тем не менее, когда ты влекся к программированию, какой был твой путь? Да, хорошо, я расскажу. Действительно, где-то я свернул не туда в определенный момент жизни. И случилось, что я стал разработчиком. Как это случилось? Я подумал, что я очень плохо учился в школе, потому что мне было неинтересно. Я проводил время, особенно 10-11 класс, в компьютерном клубе. И когда я стал выбирать, а куда же поступать, я подумал, что, ну, наверное, с компьютерами что-то, раз мне нравится играть, это что-то уже рядом. Вообще не так. Но, неважно. И я подумал, хорошо, поступлю. И вот, ну, куда-нибудь найти. Выбрал ближайший вуз к дому, чтобы не прогуливать, потому что школу я прогуливал. И в вузе меня как подменили, потому что я увидел, что, ой, ничего себе, учеба может быть интересной. Не как в школе. Там могут давать какие-то вещи, которые, вау, там, это какая-то магия происходит. Что за вуз? Сейчас он Макаровка называется. Это военно какой-то там, не военно, а морского там транспорта чего-то там. В общем, вуз, который, он водного транспорта когда-то назывался. Сейчас это Макаровка. Какие-то там переименовывают каждый день. И получается, что, ну, естественно, я там был на обычном факультете информационных технологий, специальности там какая-то прикладная математика, информатика. Но там я ощутил, что это может быть интересно. И меня как подменили. Я вдруг начал учиться. Мне стала, да, еще мне попалась не очень веселая группа. И поэтому мне было интереснее там общаться с преподами. Я отпущу там больше. Не с ребятами с потока, с людьми уже, которые что-то там понимают. Ну, в общем, было весело. И вот так вот я докатился. Сначала поработал после вуза в компании, которая занимается софтом для таможня, Sigma Soft. Потом попал в Яндекс, в Яндекс.Деньги. И после этого у меня был интересный опыт в жизни. Я уехал на год в Сочи. И, честно говоря, ничего не делал там. Так хорошо было. Рекомендуешь такой опыт творить? Это очень круто. Ну, если в нормальный климат уезжать, да. Вот я понимаю людей, которые иногда там уезжают на зиму куда-то на Бали, Таиланд. У меня, конечно, был в Сочи. Там не Бали, не Таиланд. Но это кайф. Когда можно вечером выйти, ну, там, зимой. В футболке, да. Не знаю, заказать пиво в кафе на пляже. И это чудесно. Прекрасно, ребят, чтобы вы понимали, мы сейчас находимся в Петербурге. И здесь чертовски холодно. Ужас. На улице больше 15 минут. Находиться уже дико некомфортно. Всем привет! Сегодня мы поговорим о выпускном проекте продвинутого курса разработки под Android. Домашним заданием на курсе является создание приложения Клиент Панка Криптовалют. При старте приложение будет запрашивать курс криптовалют из открытого API и записывать его в базу данных. Мы будем работать с этими данными на разных экранах. Напишем экран конвертации, а также сделаем экран кошельков с историей операции. В приложении можно будет просматривать стоимость криптовалюты в трех пиатных валютах – рубли, доллары, евро. Помимо работы с сетью и отображения списков, которые подробно рассматриваются на курсе базовый уровень Android-разработки, вам предстоит написать все виды экранов, используя два популярных архитектурных подхода в Android-разработке – MVP и MVVM. При создании приложения уделим внимание сохранению состояния экрана. Таким образом, после переворота экрана или убийства процесса, пользователь будет видеть экран таким же, каким видел его в последний раз. Мы научимся работать с базами данных и реализуем хранение курса валют, используя Room, а потом сделаем то же через Realm. Ну и напоследок разберем тему сервиса и напишем свой Job Schedule, который будет с некоторой периодичностью проверять курс выбранной криптовалюты и делать уведомления об изменении. Мы постарались сделать это приложение очень красивым, так что вас ждут интересные задачки по верстке с дизайном. После выполнения домашнего проекта у вас формируется полное представление об архитектуре приложений. Вы научитесь работать с двумя основными базами данных под Android, а также прокачаете свои знания о системе Android в целом. Ждем вас на курсе! Итак, ладно, вернемся тогда к программированию. В ВУЗ все-таки, какой был язык программирования? Язык программирования? Язык программирования? По-моему, в ВУЗе меня ничему не научили, честно говоря. Я, когда я пошел работать сразу после ВУЗа, это было ужасно. Я не понял ничего. Тебе этим было интересно в ВУЗе, но конкретно каких-то прикладных знаний? Прикладных знаний в плане программирования, да, не дали. Их вообще мало где дают. И в то время, когда я учился, видимо, у нас в ВУЗе и не было. Потому что еще специальность, она подразумевала математику, много математики. Я понимал в математике. Я, может, и сейчас что-то... Нет, конечно. Но не так важно. И из эксперимента, который реально был, это чуть-чуть Delphi, чуть-чуть каких-то вот этих Borland, там, всяких балалайк. Чуть-чуть понимал, в принципе, что такое процедурное программирование. И, как ни странно, 1С. Почему-то нам преподали 1С. Кто бы мог поднимать вообще? Зачем это? Окей, пару слов вот про твою первую работу после ВУЗа. Она была связана с программированием. Да, да. Что там делали? Я писал слов для таможни. Я попал к прекрасной женщине Марине, которая мне друг до сих пор. Мы дружим. Она меня всему и научила, собственно. Оказывается, не в ВУЗе, но я всему и в ВУЗе. В общем, важный момент после ВУЗа. Как ты искал работу? Как на тебя попал? Как-то через знакомых меня взяли на какую-то копеечную зарплату. А в ВУЗе не было возможности прямо там через практику куда-то попасть? Через практику я мог попасть на Саяно-Шушинскую ГЭС, на которой через 2 года после того, как мне предложили туда поехать, случился тот самый неприятный, погодный, не погодный, а катаклизм какой-то. Затопило. Я понял. Хорошо. Очень типичную историю. Ты рассказываешь, окей, дальше были Яндекс.Деньги. То есть ВУЗ тебе не помог начать карьеру прям программиста. Ты больше через знакомство сам уже какие-то знания будете получать. Не, ну, конечно, я понял, в принципе, что такое программирование, наверное. Я понял вообще какие-то вещи, но навыков никаких, чтобы меня вдруг кто-то захотел позвать, да еще и предложил какие-то денег, конечно же. Да, я как раз вот про эту ситуацию называю типовой. Очень много ребят про это говорят и пишут. Хорошо, да, ты по знакомству попал в компанию, где тебя уже научили программировать, соответственно, дальше ты попал в Яндекс. Да, я проработал три года вот в компании, которая софтом для таможни занималась. И я там за три года просто уже заскучал. Я все начал понимать, как там работает. Мне стало этого мало. И несмотря на то, что меня там просили остаться, там... Какие там языки программированные были? Там было несколько, там от какого-то старого, а-ля Кабул. Я не знаю, там не Кабул, конечно, было, но что-то консольное такое древнее написано. И оно до сих пор продавалось и было в спросе. Но это было в Делфи в основном, это был в Дотнет где-то начали, там еще что-то. Вот я в основном занимался с Делфи. В Яндекс сложно было попасть и на какую позицию ты туда шел? Я туда пошел как Java Backender. Попасть было, наверное, сложно, потому что там уже даже тогда требовали что-то. Но у меня был ряд преимуществ, потому что я был слегка... Я был еще молод, чертовски одинок и со свободным временем. Я мог позволить себе просто тратить время свободное, чтобы... Ой, а как бы вот потрогать эту штуку? Ой, какая технология! И мне все это нравилось. Получал из этого кайф. Я, в общем, и сейчас этого получаю, иначе бы, наверное, не занимался. И вот так как я мог себе это позволить, выучить что-то там сам, попробовать, несмотря на рабочие какие-то процессы, другие совершенно. Плюс у меня там оказался знакомый, который просто меня свел с HR-ами, которые меня свели там с собеседованием. Ну вот, у меня был знакомый, который туда за год пошел до этого работать, и он был моим контактом, который сказал, что он вроде не совсем дурак. Давайте попробуем. Понятно. В общем, это тоже распространенная история. Часто бывает, когда знакомые подтягивают своих друзей. Но, конечно, ребята, учтите, что на халяву вас в Яндекс не возьмут, какие бы у вас там знакомые не были. То есть все равно собеседовать вас будут жестко, тем более сейчас. Не знаю, как было тогда, но сейчас точно. Тогда тоже было непросто. Там еще зависит, конечно, от отдела, куда попасть. Я вот знаю эту кухню уже внутреннюю, когда я там побывал. Там по-разному, кому как попадешь или еще что-то. Но процесс действительно жесткий, и там нельзя попасть, например, к знакомому. И это правильно. Ну, то есть надо оценивать людей не потому что племя, племя, давайте возьмем. Нет, конечно, надо, чтобы потом не стыдно было за этим человеком. Да. Сколько лет ты провел в Яндексе? Так же три. Я почему-то везде по три, только здесь чуть-чуть дольше уже к четырем идем. После Яндекса у тебя уже было одноклассники? Да, я вот уехал в Сочи, там какое-то время посидел, так хорошо было. И я не успел даже завершить вот планово эту сессию отдыха. А меня наши HR вот как-то нашли, там где-то я на конференции что-то как-то. И да, ну, сказали, ну, что тебе? Ну, выйди на пару месяцев раньше. И мы с вами постепенно заходим на кухню. Собственно говоря, здесь ребята проводят свое свободное время. Как-то отвлекаются, кушают кофе, чай. Ну, там сейчас видно. Да, печеньки, вот это вот все. Соответственно, здесь, как правило, проходят все какие-то вне рабочие мероприятия, какие-то праздники. А у вас, смотри, получается три офиса, да? В Питере, в Москве и в Риге, да? Да, первоначально все еще начиналось в Риге, потом Питер, Москва. Ну, да, если по количеству людей, то больше всего, конечно же, сидеть здесь, в Питере. А кто в Питере сидит? В Питере у нас, ну, собственно говоря, все основные проекты. Это сообщения, видео, фото, обсуждения, музыка, вообще все-все-все, видео. И как понимаешь, все разработчики, как раз здесь, в Питере находятся. Да, основная часть, мне кажется, здесь. Погнали тогда смотреть, где они сидят. У тебя, сколько они работают? Наша аудитория, это как раз программисты, айтишники. Им очень интересно посмотреть, как в каких компаниях работается. Да, мы с вами сейчас, как раз идет, так как разгар рабочего дня, мы заглянем одним глазком, посмотрим рабочую зону. Потом я вам покажу основные переговорки, расскажу их мини-историю, почему именно так. Ну, ладно, не могу не спросить, все-таки ты из Яндекса уволился. И ушел с шумным скандалом. Что случилось? Почему ты ушел из Яндекса и целый год отдыхал? Да, история не такая скандальная, как хотелось бы, но я хорошо расскажу. К тому моменту я уже женился. И моя жена выиграла грант на обучение в Международном университете в Сочи. Олимпийский, Международный Олимпийский университет в Сочи. Там такая интересная практика взялась. Наше государство на деньги налогоплательщиков приглашает людей из других стран поучаствовать в нашем опыте. Каким-то образом, да, в спортивном бизнесе, в спортивном менеджменте. Вот она приглашает людей из разных стран, формирует группу а-ля студентов и запихивает в эту группу пару русских людей, чтобы они им помогли жить, освоиться, еще что-то. Вот моя жена как раз получила такой грант, что приезжай, тебя будут учить. Это аналог MBA, да, но MSA, как-то Мастер Спорт Администрейшн. Вот, она, ну почему бы и нет. Вот, мы оба уволились. Ну как, я сказал в Яндексе, ребята, хотите, я останусь на удаленке, в принципе, меня все устраивает. Я против вас лично ничего не имею, вы хорошие. Вот, но там такая политика была у руководства, особенно у того вот департамента, в котором я находился, что, нет, давайте, мы уже с удаленщиками наялись, давайте не будем. Ты где, мы хорошие, давай мы тебя оставим в отпуске. В отпуске, да, на этот год. Мне очень честно, вот, я написал просто заявление. Мне сейчас сказали, приходи, знаешь, когда закончишь свои вот эти странные блуждания по миру. Но не пришлось возвращаться, потому что меня вот выцепили здесь раньше. И, честно говоря, я местами даже рад. Мне тут некоторые люди очень нравятся и поражают. Тот же Вадим, у которого... Ты про одноклассники? Да, да, да. Тут есть, не знаю, там какой-нибудь Андрей Пангин, который делал ходспот, да, там, GVM. Тут есть прям интересные люди. Я с ними непосредственно взаимодействую. Сочнее, ладно, планку Вадима ты уже держишь четко. Мне все больше нравится в Одноклассниках. Я просто до этого не знаком был с ребятами из вашей компании. Окей, в Однокласснике на какую позицию ты пришел? Это тоже интересный момент. Я знал, куда иду. И знал я, что я буду делать. К тому моменту, кстати, когда я уходил из Яндекса, я уже там был... Я пришел как бэкэндер, потом начался бум вот этих всех телефонов. Бух, бум, ION, IOS, как там, Android, все вот эти мои. И я тогда на этом был сильно помешан, ну, увлечен, да, давайте скажем так. Я был увлечен этим и сам, собственно, сформировал фактически вот в Яндексе в деньгах отдел, который был раньше у отсорсеров. Раньше было модно делать мобильные аппликации по отсорсерам. Это что-то неважное считалось, это все ерунда, что это мобильные. Вот. И фактически я был у истоков этого отдела, я его там сформировал, мы что-то начали делать. И с тех пор я уже от мобил не могу отделаться почему-то. Меньше хороших программистов, которые пишут под клиентов. Есть такие даже шутки, что иерархия программистов в Google. Не слышали, нет? Расскажи. Ну, что самое низшее звено в пищевой цепочке программистов в Google, это там фронтендеры. Если ты JS, Android, то тебя вообще никак не воспринимают, не слушают. Это хорошо, если пускают на проходной, там, если пропуск работает. Вот. Чуть пониже у них идут уже там бэкэнд-разработчики. Они сверху вниз смотрят вот на этих фронтендеров. Они уже там понимают Java какие-то вещи, Python там, бэкэнд, еще что-то. Но они ничто по сравнению с, не знаю, там, хардкорными C-программистами. Это уже человек уважаемый, перед ним все двери открываются сами, даже если они до этого не открывались. Ну и последнее, если ты C-программист, C+, и еще и пишешь поиск в Google, то все. Ну, цык как дембель. Примерно так. И много шуток. Ну, это действительно есть доля правды в этом. Меньше, мне кажется, достойных разработчиков под клиенты. На бэкэндах обычно такие черепа сидят с большими головами. Вот. На клиентах нет. И я вот как-то там остался, и мне, в общем, нравится то, что ты делаешь. А почему ты, почему ты этих JavaScript клиентских разработчиков, ты как-то в один ряд с Android-разработчиками? Ну, это очень похожая история. Несмотря на то, что у нас есть там сильно своя специфика, и там они бывают и Fullstack, какие-нибудь еще что-то, они не похожи. Они делают фактически то же самое, у них те же проблемы, им тоже там нужна какая-то архитектура, там еще что-то. Потому что они, ну, один, даже идеи, вот все, которые там происходят, не знаю, Redux, там еще что-то, вот. Они у нас тоже есть, точно такие же, бывает, называются по-другому. Но поэтому я считаю все это на и то же. Я думаю, что мне переехать на, не знаю, разработку под веб, ну, это недолго. Собственно говоря, вот мы попадаем в рабочую зону. Open Space. Open Space, да. Да, соответственно, ребята сидят в основном, каждая по командам. Все распределены кому как было удобно проектом. Здесь какой проект, не помнишь? Здесь у нас фото сидят. Здесь самая большая команда, мобильная разработка. Трудятся над мобильным приложением. Давай тогда как раз про андроид-разработку немножко поговорим. Честно скажу, не часто общаюсь с андроид-разработчиками. Первое, что у меня возникает в голове, это вот если вот в веб-разработке, да, допустим, много есть браузеров, есть какие-то более старенькие браузеры, в них технологии хуже поддерживаются, надо писать какой-то фоллбэк. А на андроиде, я так понимаю, похожая история. Есть более ранние версии андроида, есть разные девайсы. Есть у вас что-то типа лаборатории, где вот целая куча всяких андроид-девайсов, там, китайских, там, разных-разных, и надо все тестировать? Так, в общем, нет. Ну, это, не знаю. Следующий вопрос. Это миф. Да, спасибо. Следующий вопрос. Миф. Есть, конечно, у нас какие-то устройства. Как мы берем устройства? Нам, в принципе, тулинг сейчас дошел до такого, что и это не обязательно, можно неплохо жить с эмулятором, даже если нет устройства. Многие так живут, по крайней мере, маленькие разработчики, которые там сами что-то не сядят. Но, если есть возможность, конечно, надо. Если вот много миллионов пользователей, а у нас немало миллионов пользователей, хочется взять, сделать какую-то сортировочку потопа устройств, написать письмо красивым почерком, закажите, пожалуйста, мне вот такие вот устройства. Мне приезжают, я с ними, там, играюсь, пробую. Есть, конечно, нюансы, что там что-то отличается, там что-то не работает, но это не головная боль. Я бы не сказал, что это прям жесть. А под старые версии андроидов? Там Google схитрил. Ну, сделал всякие Play-сервисы, сделал какие-то специальные support libraries, которые позволяют сделать этот процесс безболезненно. То есть мы можем работать со старыми версиями, там, используя специальный flow Google. То есть, вот говорят, что iOS там сразу обновляется, там, Android, например, очень не сразу. Но у нас и нет с этим как-то проблем. Мы не волнуемся, у нас Play-сервисы там обновляется, все, что нам надо делать, какие-то либо мы с собой несем, и, в общем, тоже все хорошо. Хотя и это вроде Google сейчас решит. В общем, там много интересного. Хорошо, то есть это не проблема. Давай тогда поговорим о том, как устроена Android-разработка в Одноклассниках. Что можно и что тебе кажется интересно рассказать, расскажи. Какая у вас команда? Как устроена коммуникация внутри команды? У нас, честно говоря, разные команды. У нас немало мобильных продуктов, у нас есть, там, не знаю, официальное приложение для социальной сети, да, у нас есть там всякий Oak Life, это а-ля Перископ или как он там называется, твиттеровский, вот что-то подобное. У нас есть мессенджер, мессенджер, там-там, импортозамещение. Очень актуально. Очень актуально, да. И что у нас еще есть? Ну и всякие маленькие сателлитные проекты, которые с этим связаны, вот. В принципе, жизнь у всех очень похожая, и в ней уже нет никакого rocket science, и когда вот я начинал с Android работать и со всеми этими мобильными, я iOS, в общем, пробовал. Все. Я помню, что это была магия, и вот человек, он, когда я мобильный разработчик, вот, я сделал ничего себе, никто не понимал, что это происходит, и как, это было действительно сложно, когда человек пытался там из Java просто бэкэнда, например, вроде бы та же Java, ничего страшного, пытался перейти на заработок по Android, как правило, это очень плохо получалось. И они такие, о боже, как там все плохо, как там неудобно. Ну, не то, чтобы и плохо, и неудобно, надо просто понять, там по-другому, ничего страшного. Вот, и мы сейчас вот из вот этой магии мы превратились в обычных разработчиков, уже все привыкли, больше толк, поклонец, как раньше нет, да, приходится другими какими-то вещами. Я вообще танцевать начал, что-то, и вот, да, что, как мы работаем, как мы делаем, в принципе, жизнь всех отделов похожа, наверное, там кто что делает. У нас есть команда, которая пишет код, он начинает каким-то образом работать, там, мы его, не знаю, отправляем, ну там дизайнеры дизайну помогают сделать, мы отправляем его на continuous integration сферу, он собирает нам, и вот, ну, это все классика, у всех все похоже и одно и то же. Ну, а если можно рассказать, вот, ты в каком продукте? Я занимаюсь мессенджером, там, там. Мессенджер, сколько человек нужно в команде, наверное, чтобы написать хороший мессенджер на андроиде? Ну, и понятно, что ты один, наверное, тоже бы смог, но если быть реалистом, то... Мессенджер вообще, это очень трудоемкая, очень большая, в ней вообще содержится, можно сказать, все, что можно представить. Там есть, не знаю, медиа, большие данные, там, ну, вот все, что, AI, не знаю, все красивые слова можно туда приписать, он всеобъемлющий, как кошки-куколотёва почти, весь в семье, да? Ну, в общем, мессенджер – это большой, серьезный продукт, поэтому, если его делать хорошо, то, наверное, надо много людей, вот. Вот, я не могу сказать, что, я не хочу никаких цифр назвать, потому что, не знаю, вот, андроид в лифте, да, там, 50 человек, андроид программистов только. Я не понимаю, чем я занимаюсь, ну, наверное, у них есть дела, не просто же так, они там, вот, но у нас, там, даже на, вот, больших мобильных клиентах, там, я не знаю, 10-15, но я не знаю больше, как бы. Можно, конечно, освоить любое количество, нет, а тут 100 человек. Найдешь, чем их занять. Хорошо, я понял, по поводу технологичного стекла, вот, для ребят, которые увлекаются мобильной разработкой, только начинают ее изучать, что сейчас на рынке, ну, самого интересного, именно в технологии андроидов? Технологии андроидов, да, в общем, наверное, все просто, как это ребята из JetBrains сами называют, как они говорили, мужики с топорами на Котлине пытаются взвывать мир, или как-то так, это вот, прям, недавно был на какой-то конференции, там, заявлял их товарищ. В общем, Котлин, это хайпово считается для андроида, хотя я не вижу ничего супер выдающегося в этом, да, удобный язык, да, он более, может быть, лаконичный, еще что-то, но концептуально немногое меняет, честно говоря. Вот, Котлин, RX, очень популярная тема, почти все клиентские разработчики знают, что такое Reactive Extensions, и это, наверное, стоит знать, что еще из... Я бы не хотел называть какие-то конкретные библиотеки, потому что их много, они там все разные, вот, что еще из... Важно, важно бы знать, само Java, Android Framework, конечно, сам по себе, он, там есть специфика. Что еще? Я не знаю, мне нужно наводить все в конкурсе. Что у нас? Две минуты останется. А, две минуты, да, мы заканчиваем уже. Мы заканчиваем. Две минуты есть, да? Нормально, нормально. Хорошо, Дима, напоследок тогда можно от тебя два-три совета. Это первое, что тебе приходит в голову, вот, ребята смотрят, хотят заняться Android-разработкой и с чем начать? А, бегите. Займитесь чем-нибудь хорошим творчеством. Но, тем не менее, если угораздило. Ну, нет, это, конечно, хорошо. И что делать? Ну, думать головой. Как и в любом деле, не знаю. Мне очень нравится современная история, вот, чтобы начать. Не обязательно самому все пробовать и издеваться над собой. А можно посмотреть хороший курс на Курсере. Это здорово помогает. Я до сих пор это делаю. Смотреть видеокурсы. Видеокурсы это круто. Вам разжевывают почти бесплатно или бесплатно. И это класс. Этого хватает или еще что-то в голову тебе придется? Нет, конечно, не хватает этого. Надо самому хотеть, надо пробовать, надо жить этим. Иначе ничего не получится. Окей, ну ладно, тогда на этой прекрасной ноте. Ребят, пишите свои вопросы, пожалуйста, в комментариях. С Димой свяжемся. Он, возможно, даже и ответит на них. Подписывайтесь на наш канал. Если вам понравилось видео, пожалуйста, ставьте лайк. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо вам за внимание. Всем пока. Привет маме. Я не успел маме передать. Давай, давай. Мы постоянно. Мама, привет тебе. Кому еще можно передать? Или один привет можно? Два. Тебе два. Мне два разрешили. Я второй не подготовил. Да ладно. Все уже, давайте расходимся. Давай, спасибо тебе. Пока. Хотим порекомендовать вам eternalhost.net. Основная фишка этого проекта – это единоразовая оплата за веб-хостинг или VPS. Оплата равна примерно годовой стоимости топового конкурента. Также можно оплачивать в рассрочку ежемесячно. И тестовый период – 14 дней. Качество услуг ребята держат на достойном уровне. Это и быстрая техническая поддержка, и отличный высокий аптайм, и бесплатные SSL-сертификаты, ну и, конечно же, защита от DDoS-атак. Ну и отмечу привычный набор дополнительных услуг – это регистрация доменных имен, это платные SSL-сертификаты и лицензия для ASP-менеджера для вашего VPS. В скором будущем ребята обещают расширить список предлагаемых услуг. В общем, горячо рекомендуем, заходим, смотрим, тестируем и пользуемся. Со мной Вадим Цисько. Привет. Это Java-программист. Сейчас с Вадимом поговорим про бэкэнд, про высоконагруженные системы, и, конечно же, про его историю, как он попал в веб, ну, весь путь программиста. Вадим, расскажи, давай, с самого начала, как ты увлекся программированием, сколько ты вообще занимаешься коммерческой разработкой, какой у тебя опыт? Окей, программированием я увлекся еще в школе, я думаю, классе в пятом. Там были вот эти дома творчества юных, может помнишь, и там были курсы информатики. Вот я туда ходил после школы. Что это было за язык, не помнишь? А, ну, мы писали, в начале там был Spectrum, basic, basic, вот это вот все. А рядом был еще кружок электроники, там паяли, в общем, эти Spectrum, поэтому можно было реально себе спаять компьютер. Класс. его запрограммить. Spectrum – это такая приставка, куда кассету устанавливаешь. Да, да, там можно было сбоку еще, да, и джойстики подключать, там все свое было прямо. Класс. Ты своими руками это все сделал. Вот, потом там появились всякие вот эти первые 286, там, Windows 311, кто еще помнит. Вот, и там три раза в неделю после школы ездил, развлекался там. Вот, ну, потом я выбрал политех, туда поступил, на факультет технической кибернетики. Вот, там учился, было круто, интересно, потом там же работал, и мы писали там всякий гидроакустический софт для атомных подводных лодок. Вау, очень круто. Да, это реально было весело, мы там ездили в командировки, можно было посмотреть, как все там… Вы писали софт, какие языки программировали? Ой, это было круто, там был, никто не поверит, там был Delphi, потому что тогда существовал Kylix, такой офигенный продукт от Borland, тогда еще, где можно было взять свою программу и скомпилить GUI-овое приложение, скомпилить его под Linux, под Windows, и оно работало. Это вот до… там Java только-только набирала обороты, вот это реально работало. Ага, класс. То есть реально вот там GUI, это система, он работал и на Linux, и на Windows, это круто было. Да, ребят, GUI – это графический интерфейс для программы. Окей, университет, ты там занимался только наукой, обучением или ты уже где-то работал? Ну вот, вот при университете как раз, когда я гидроакустикой занимался, это уже такая компания маленькая была, и она вот госзаказы делала, и мы небольшой командой реально это все пилили. Вот, потом там были всякие проекты с Panasonic, Microsoft и Search, мы занимались статическим анализом кода и динамическим анализом кода. То есть у вас есть софт, а вы просто навтравливаете тулу, которая сама находит баги там. Круто. Вот здесь, короче, гонка, вот здесь будет NPE, вот здесь утечка, вот. Ну, вообще офигенно. Вот, после этого я уже больше пяти лет работал в Яндексе. Сразу после университета? Да, ну вот после той компании в университете. Вот. Ну, в Яндексе занимался разработкой распределенных сервисов. Я работал в Яндекс.Вертикалях. Это, может, кто еще помнит Яндекс.Авто, сейчас это Автор.ру. Да. Яндекс.Недвижимость, работа, отзывы. Ну, там было круто и интересно. Что ты там делал, имею в виду, на бэкэнде? Ну, вначале я пришел старшим разработчиком. И при мне ребята, ну, в нашей команде начали писать на скале. До этого было Java 6, по-моему. Мы наладили все процессы сборки, continuous deploy, delivery. Внедрили Hector Model. Не знаю, может быть, кто-то слышал про это на АКе. Ну, АК — супер такой фреймворк популярный. Ну, в JVM мире. Ты много вообще всяких штук перечисляешь. Ребята, в комментариях напишите, кто знаком. Да, да. Что-то сработало с этим. Можно потом ссылок накидать каких-то еще. Да, да, да. Но у нас есть целая куча докладов. На самом деле простые, которые мы использовали. Это было круто. Вот. Мы, по сути, писали бэкэнды всех этих сервисов. Но им реально там миллионы пользователей пользуются. И там все модно и реактивно. Окей. У тебя огромный опыт. Получается, с Яндекса дальше ты уже попал в однопастники. Дальше попал в однопастники. Как тебя схантили? Как это произошло? Это очень сложный вопрос. Нет. Но на самом деле я достиг некого потолка в Яндексе. Потому что вот тот стэк технологий, который мы использовали, там все было довольно круто и весело. Но это был… Яндекс.Вертикаль, они отделились в бизнес-юнит отдельно. И в остальном Яндексе никто этот стэк не практиковал. То есть в Яндексе в большом там пишут, что в основном все на C++. И там куча своих систем, там свои сториджи. Ну, все это очень конкурентоспособно, круто. Но стэк совершенно другой. А мне хотелось большего, там больших нагрузок, хайлода, там более хардкорных задач, челленджей. Я понял, ты C++ недолюбливаешь. Да, да. Я когда-то давным-давно еще в институте писал на C++ и больше для себя решил, что нет, я не смогу. А пару слов почему? Ну, мне кажется, что это просто очень сложный язык из-за того, что он еще поддерживает обратную совместимость. Нужно реально знать все вещи, которые были раньше, потому что у тебя есть большой шанс их встретить. Ну, это, наверное, не как Ruby, где есть 100 способов сделать одно и то же, но нужно знать вообще, что в 89 году можно было написать вот так, и это до сих пор будет работать, в общем. Понимаю, о чем-то я C++ сталкивался с WETMO в университете, и у меня это любимый язык программирования отца. В общем, тоже его не очень люблю. Одноклассники могут протестировать Java лучше, чем Oracle. И за секунду они, во-первых, пересылают 6500 сообщений и опубликовывают 1000 комментариев. Во-вторых, показывают 460 тысяч фотографий. В-третьих, отвечают на 5000 поисковых запросов, при этом достаточно быстро, в среднем за 80 миллисекунд. В-четвертых, доставляют 30000 пушей и 160 тысяч офлайн оповещений. В-пятых, опубликовывают 3500 постов ленты и дают их прочитать 500 тысяч раз. Далее, отвечают на 650 тысяч запросов на графис связей. Затем отдают 2 терабайта трафика. Показывают 35000 видеороликов. Да, возможно, вы удивитесь, но одноклассники топ-1 соцсети Рунета по видеопросмотрам. Тебе в одноклассниках предложили более интересный проект, я так понимаю? Да, да, я присоединился к команде платформы и работаю с офигенными экспертами. Просто тут супер интересные проекты, реальные адские нагрузки. Из железа мы максимум просто выжимаем, потому что у нас железа дофига, и мы понимаем, что там любая оптимизация, она в деньгах выражается. Смотри, давай еще раз. В одноклассники ты когда попал, какой у тебя уже был опыт работы? Сколько лет примерно, можно сказать? Ну, я думаю, лет 8, наверное, точно. И как твоя позиция называется, сеньор, джава-разработчик? Пришел я на позицию… То есть смотри, в Яндекс я пришел старшим разработчиком уже, то есть у меня там было года 3 работы, и уходил из Яндекса я руководителем службы. То есть у меня было 15 человек в подчинении инфраструктуры вертикалей, и мне хотелось вернуться именно в разработку, вот перейти в другой вектор просто. И в платформу я пришел ведущим разработчиком. Но у нас команда платформы – это такая немного необычная штука, она небольшая, все занимаются в ней инфраструктурными проектами, в этой команде все ведущие разработчики. Ага, понятно. Ну, не в том смысле, что они друг друга ведут там как-то, но… Ну, это уровень, уровень. Да. Я понял, много… Это дает роли, полномочия какие-то во всех системах автоматом. Слушай, много интересного, хочется все расспросить. Сейчас перейдем уже к технологиям. Последний, очень интересный факт. То есть, получается, в Яндексе ты был что-то типа Team Lead, да? То есть, ты был как менеджер, правильно? Ты руководил… Ну, технический менеджер такой, да. Вот. Тебе это не понравилось, да? Ты все-таки больше разработку хочешь? Ну, я… Это скорее не камень в огород Яндекса или что? Не-не-не, ни в коем случае Яндекс. Да. Я понял для себя, что мне интереснее делать вещи, на которые я могу более непосредственно повлиять. Это интересный вопрос, потому что у тебя опыт много лет, то есть, ну, разработчики многие смотрят, куда развиваться, да? И кто-то вот идет, там, в тимлидство и так далее, а кто-то не идет. В плане зарплаты, по твоим наблюдениям, то есть, ты не ограничиваешь себя, то есть, ты себя хорошо чувствуешь все равно? Да-да, я доволен полностью. Ну, и на самом деле в Яндексе тоже такой проблемы нет. Угу. Но вообще на российском рынке есть проблема, я думаю, которую ты имеешь в виду, что вот ты достигаешь определенного уровня экспертизы. И дальше вот потолок, и тебе предлагают, ну, иди руководи. Да-да-да, я об этом. Или вот там свой стартап начинаю или еще что-то. Вот ни в Одноклассниках, ни в Яндексе такой проблемы нет. Это, ну, Одноклассники, они вообще довольно… У них плоская структура, это круто тут. Угу. Для любого человека можно дойти, не нужно проходить там кучу уровней бюрократии. А в Яндексе это просто разные системы грейдирования. Ты можешь продолжать расти как эксперт и повышать свой уровень. Ну, там, то есть на Западе это, наверное, принципы инженеры, там, еще кто-то. Ну, и параллельно есть линейка грейдов руководства. Угу. Хорошо, спасибо, что раскрыл немножко эту тему. Ну, давай тогда перейдем к техническому стеку Одноклассников. Что здесь в плане высоконагруженных систем? Про что можешь рассказать? Конечно, с какими сложными интересными задачами сталкивались? Даже не знаю, с какого конца подойти. Ну, мы все пишем. Все пишем на Java. Угу. Ну, с небольшими вкраплениями C, конечно, чуть-чуть. Угу. Но основной челлендж в том, что на наших нагрузках, там, и количестве машин просто куча готовых вещей, они не работают. Угу. То есть все, ну, кто-нибудь приходит, там, Mongo, там, еще, Кассандра, это вы просто возьми, задеплой, вот, круто она подходит. Но оно… Либо это вообще не тестируют на таком количестве железа, угу. Либо инсталляции довольно мало с таким объемом данных, либо это неуправляемо в случае сбоев каких-то. Угу. То есть все либо приходится допиливать, и мы многие штуки форкаем, ну, ту же Кассандру мы активно используем. Угу. Причем нескольких версий. И 0.6, и 1.x, и 2.x, и поверх нее мы свой сторож сделали с транзакциями, со всеми делами. То есть либо мы многие вещи форкаем и допиливаем, либо просто мы не можем найти ничего готового, что будет работать. И мы пишем свои хранилища. Угу. Ну, в частности, у нас есть хранилище, ну, one blob storage, это хранилище бинарных блобов каких-то, и на нем работают там фотки и видео. И потом вот недавно мы запилили one cold storage. Угу. Это то же самое, при этом недавно доклад был на Halo 1 и на Джокере. Но one cold storage, он для хранения холодных данных, к которым редко обращаются, он позволяет сильно сэкономить место, которое… ну, у нас там десятки тысяч дисков, это все деньги. Вот. Поэтому вот основной челлендж в том, что либо нужно разбираться с устройством систем, готовых их допиливать, либо форкать и допиливать. Потому что протолкнуть что-то open source – это такая тема, можно, мне кажется, отдельный разговор устроить, как что-то попытаться улучшить в open source. Ну, либо пишем свое. Здорово. Есть, кстати, у нас еще одна очень интересная переговорка, она называется папская. Папская? Да. Как думаете, почему так? Папа Римский? Нет. Еще вряд. Ну, там основатель часто сидит? Ну, нет. Смотрите, когда мы только переехали, был детский утренник, было очень здесь много детишек, наших сотрудников, и один, видимо, потерялся, он сел в той переговорке и ничего лучше не придумал, кроме как черным маркером на стене написать «Папа, ты где?». Ага. С тех пор мы решили, что это нужно оставить как папская. Классно. Да, правда, у нас сделался ремонт, и эту надпись закрасили. Закрасили. Да, мы просили очень. Она была там специально оставлена, таким кривым детским почерком написано «Папа, ты где?». Папская занята. Ага. Ну, название классное. Да. Круто. Там он как раз под подоконником на серой светлой стене была. Надпись. Да. Прикольно. Вот. Хорошая история. Папа на работе. Иногда бывают такие утренники, когда приглашают детей и сотрудников, да? Обязательно, да. У нас вот недавно, кстати, прошел. Здесь был полноценный. Новогодний, да? Клево. Да. Много детишек. Да, это классная тема. Кто не знает, ребята во многих IT-компаниях устраивают, ну, просто больших компаниях, для всех сотрудников, у кого есть дети, устраивают специальную елку. Правильно, да? Елка детская, да. Новогодние подарки. Две темы сразу затронули. Первый вот хайло от конференции и вопрос такой, когда вы сталкиваетесь с какой-то проблемой, кто там MongoDB не подходит, надо что-то другое. Как вы делаете вот ресерч, как вы изучаете рынок, какие-то, как вы ищете готовые решения? Действительно, конференции помогают, просто можно там всей командой поехать и там что-то новое узнать. Ну, конференции помогают как-то расширить кругозор. Вряд ли удастся погрузиться во что-то, но вот ты можешь услышать про то, что ты не знал, что оно есть, что в этой нише кто-то еще появился и у них какие-то фичи есть. Но мы всегда подходим, ну, стараемся инженерно подходить, мы формируем список критериев реальный, делаем гигантскую таблицу, вписываем туда все решения, которые хоть кто-то предложил, ну, взвешиваем эти критерии, сравниваем, остается несколько кандидатов, дальше поднимаем обычно такой стенд какой-то нагрузочный, на котором мы пытаемся просимулировать поток запросов либо объема данных и понять, как эта система себя вести будет. То есть такой взвешенный, реально обоснованный выбор, все результаты фиксируются для будущих поколений, потому что потом народ приходит и говорит, ой, а почему вот это не использовали? Чувак, вот пункт такой-то, вот смотри, все цифры, все есть. То есть это реально, ну, все по инженерному, не так, что на волне хайпа там, вот давайте. Понял, понял. Класс. Хорошо. И второй момент, вот про open source упоминаешь, ты сам вообще как-то делаешь вклад в open source, и надо это или не надо, и вот и в плане вообще одноклассников как относится к open source? А у нас… То есть насколько вообще одноклассники это такой закрытый проект или вот проект, который там, ну, не знаю, как там, ну, знаешь, пытается сделать мир лучше и поделиться технологиями со всеми, да, там, как Facebook делает? Угу. Тут тема сложная. Мы… У нас есть, наверное, два таких… Ну, со стороны бэкэнда я говорю, потому что я слышал, что во фронтэнде есть какая-то ультрапопулярная библиотека на GitHub от одноклассников, но я просто мало знаю. То ли эндорфин, то ли эндзин, то ли что-то такое. Поговорим-то с фронтэндщиком скоро. Да-да-да, вот можно его спросить. А со стороны бэкэнда у нас есть реально два очень популярных проекта на GitHub, которые мы поддерживаем и сами внутри используем. Это One Neo. Это такая… Ну, такая библиотека с кучей всего разного и своим HTTP-сервером, клиентом, своими структурами данных, ансейфом. Вот все, что мы могли отделить и чем мы гордимся, вот мы туда засунули. А вторая штука – это Sync-профайлер. Это вот профайлер для Java-приложений. На самом деле не только для Java, но для Java просто аналогов там нет совсем. Вот. Он даже… Нам предложили его перенести в JVM Profiling Tools проект. Это такой как бы Umbrella проект, который собирает всякие тузы для high-performance приложений на Java. Вот. И вот он реально тоже дико популярен. Там звездочки растут. Вот. Но проблема с open-source в том, что есть куча внутренних систем, которые реально завязаны на инфраструктуру. Их просто не выдрать и не выложить. То есть там либо нужно отрезать кучу наших внутренних интеграций там системами конфигурирования, логов там, репортингом, мониторингом. И вот вместо них стаба какие-то воткнуть, дальше это вывалить, искать пользователям. Но вот теперь пишите интеграции. Угу. Ну, блин. Нам самим это куча времени – вот это отрезать и нормально заабстрагировать. И кто же будет писать там эти интеграции какие-то. Угу. Хорошо. Ну… Неоднозначно, да. Хорошо. Ты хорошо раскрыл эту тему. Давай тогда немножко перейдем к такому моменту. У нас обучающий канал и много ребят учатся. Ты перечислил кучу всяких технологий. Мы затронули разные темы. Можешь какие-то свои рекомендации дать разработчикам, которые там один, два, три года опыта и там выбирают, куда двигаться. Как учиться, на что посмотреть, на что обращаться? Ух, такой вопрос к нему надо было готовиться, наверное, на самом деле. А первое, что приходит в голову, да, оно будет правильно. Да. Ну, мне… первое, наверное, что приходит, мне кажется, что нужно пытаться всеми силами попасть на стажировку в крутую компанию. Угу. Потом… Ну, вот это понять можно, потом по прошествии лет каких-то. Ну, и летние какие-то стажировки, практики – это просто дико круто. И, ну, в нормальных компаниях, на самом деле, там платят зарплату. На этом, ну, можно стажироваться жить. И, там, я знаю многих… многие мои коллеги, они, на самом деле, вышли из этих стажировок. То есть они пришли, там, в Яндекс, там, в Гугл, еще куда-то, в Майкрософт Ресерч. Они, вот, проходили эти стажировки и превратились в крутых специалистов. Угу. Ну, и курсировали между компаниями. Отличная рекомендация. Да. Второе – это есть многие инициативы. Сейчас многие компании, они объединяются вместе, устраивают общие образовательные программы. Ну, вот, у одноклассников есть инициативы технопроекты на базе разных вузов. Угу. 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 есть технополис к сожалению он только для студентов политеха то есть формально они могут туда поступить но мы все видео на большинство видео выкладываем в открытый доступ и ну я очень рекомендую там круто смонтированы ребята готовятся и выступают ну я знаю что есть инициативы похожие у яндекса и у джек брэйнса и то есть здесь есть чего выбрать и не стесняйтесь пытаетесь поступать это это реально вообще это там вот эксперты и лидеры они рассказывают самые современные штуки потому что но обычно университетское образование она либо слишком чуть-чуть теоретическое либо отстает это вот классная возможность там вечером совмещаясь учебы крутые штуки тоже отличная рекомендация это будет сдает просто адски если вы куда-то пытаетесь потом устроиться и работать хорошо все тогда круто спасибо тебе большое ребят пишите задавайте свои вопросы внизу мы постараемся приложить все упомянутые ссылочки и также ответить на ваши вопросы ставим лайк подписываемся на канал нажимаем колокольчик и всем пока то есть ребята из москвы сейчас общаются да видимо у нас да у нас система как поликом видеосвязи меня зовут дмитрий махнёв в основном я занимаюсь мобильным вебом в одноклассниках ребята мы решили вместе с одноклассниками разыграть вот такую классную худи компания у нас несколько мобильных проектов конкретно я принимаю участие в разработке клиент для социальной сети большого толстого приложения и приложение для видео трансляции о play